Начнем наш процесс. Вот еще одна Мария у нас подойдет. На всякий случай, для тех, кто в записи, будет меня видеть первый раз. Меня зовут Дмитрий Тарасов. Провожу сейчас наш мастер-класс по арт-терапевтической такой сессии, небольшой. Практически получается она с вами будет всего лишь на одно занятие, но ее хорошо бы проводить, ребят, ну хотя бы недельку, ну хотя бы по пять минут в день. Тогда вы увидите, как это мощно работает, насколько это сильно по воздействию. Сам образ и символ травы, который мы будем с вами сегодня создавать, так влияет, что хотим мы того или не хотим мы того, мы все равно начинаем с ней немножечко отождествляться. Ну так устроен человек. Когда мы что-то рисуем, мы с этим начинаем немного срастаться, как бы немного объединяться. Вот на этом эффекте как раз и будет сейчас сделан такой простой, красивый элемент, как именно отождествление с травой. Более того, я даже предлагаю поиграть в такую игру, ребят, в процессе, как мы будем уже к травушке переходить в ее рисование. Представьте себе, что вы трава, что вот она входит в вас своим образом, своим бытом, своей жизнью, своим движением все время вверх и к свету. Как будто в вас что-то внутри начинает тоже двигаться вверх и к свету. И вот как бы вот эта вот синхронизация вы сделаете максимально, насколько получится ваша фантазия, насколько получится вот вашего внутреннего ответственного взрослого чувства игры. Вот именно надо поиграть по-взрослому на полном серьезе. Вот зная, что это все понарошку, но тем не менее. Вот как дети играют по-нормальному. Вот это я и предлагаю сейчас. Прежде чем, конечно, перейдем к нашей основной работе по травушке-муравушке, я сначала предлагаю вам пройтись немножечко по карандашику. Сейчас мы его некоторые свойства еще раз просмотрим. Может быть, в какие-то моменты потренируете в себе. Ну и некоторые нюансы тоже вам расскажу, которые нам в траве будут необходимы впоследствии. И мы можем усилить еще глубже вхождение в травушку-муравушку. Поэтому сейчас я переключусь на другую камеру и начнем. Так, трава-мурава будет рядышком находиться у нас. Учечек у нас пошла свежая трава после суховея, когда все травы засохли. Вот сейчас пошла новая. Она очень нежная, очень мягкая. Даже слишком мягкая. Итак, ребят, простая пища бумага. Не надо пока твердую. Можно даже еще раз повторить, бэушная бумага нам может понадобиться для этих маленьких тренировочек. Ну и давайте сделаем такой маленький намек. В небольшом поле, можно даже какую-то сезону ограничить, такую сразу на этом листочке. Создаете здесь траву. Я буду использовать карандаш мягкий, чтобы было лучше видно, что я делаю на самой камере. Вот просто как будто каждый штришочек вашей кисточки, хотел сказать. Каждый ваш карандашик – это какая-то травинка. И давайте пока сделаем травинки сплошные внутри этого сегмента, который я предлагаю вам выделить. Вот травушки, муравушки. Разные, 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 разные такие травинки. У травы есть интересное свойство, которое внешне, пока сейчас я внешне пробегусь с момента, а потом будем переходить уже таким символическим элементом, образным элементом. Где-то может быть даже каким-то, ну, может быть, даже поэнергетическим. Внешне один из элементов травы – это масса. Это масса, вот специально пучок травы, который мы набрали, потом отдадим нашим подопечным, сопровождающим нас животным. Они это с удовольствием слопают или склюют. Ну, вот, тем не менее, масса, ребят, обратите внимание, когда трава в массе, у нее какое-то особое воздействие. Их много, ни одна травинка. Их много. Это первый элемент, который я предлагаю вам с травушкой для себя закрепить. Много травы. Еще один элемент. Если траву не косят, если траву позволят траве расти, как она растет, всегда есть травинки высокие, под ними травинки нижние, более такие низенькие. Из-за этого получается, что книзу эту массу можно даже немножечко уплотнить, сделать намек, что какие-то травинки будут тоже там на подъеме. Многие травинки образуют ковер, который собирает влагу каждое утро и каждый вечер. Поэтому травушка, если есть, она очень хорошо самополивается. Тоже красивое свойство. Вот еще один элемент, ребят, внешний, который в траве присутствует. Сейчас я покажу его дополнительными такими небольшими областями. Допустим, здесь будут сделать такую зону. Сейчас уже как бы к нюансам. Нюансы, которые могут появиться у тех, кто рисует траву первый раз, когда вы создаете травушку. Ну, например, нюанс вот такой. Когда все травинки, я специально сделаю немножечко, даже более так вот четко, более четко, когда травинки в основном все идут в одном направлении. Вот такая трава, конечно, бывает очень часто на берегу речек, на берегу каких-то озерок, на берегу каких-то таких интересных заводей, заводей очень красивых, прям таким с чистоколом, в котором именно такая очень сильная прямизна. Причем травушка может быть любого типа. И аига может быть так, и рогоз может так расти, который камышами называют иногда. Вот такая вот особенность, ребят, может быть травушки быть. Особенность бывает у травушки еще вот такая. Может быть, тоже сейчас в этой зоне сделаю. Когда делают подобные вещи, либо просто даже вот какие-то травушки, такие обычные направленные движения, но в одну сторону. Это можно назвать, как ветер. Когда ветер дует куда-то, то травушка полетела куда-то, что называется, понеслась. Ветром носимая. То есть вот этой травой вы можете показать, как у вас дует ветер на картине. Куда он дует? Справа налево или слева направо? Уже появляются какие-то моменты, связанные с движением воздуха. Тоже вот это вот интересное такое свойство. Как особенность. Вот здесь она такая пряменькая. Здесь она вот у нас такая вот. Нам нужна будет впоследствии трава, в которой будет сочетаться сразу несколько таких элементов, ребят, когда она будет очень гибкая, очень подвижная, очень такая и вправо, и влево наклоняющаяся. То есть я предлагаю вам на нашей очередной и главной работе, чтобы травинки у вас были и туда, и туда. Как бы вот и в одну сторону, и в другую. И где-то вверх пряменько, и где-то с наклоном легким, где-то с наклоном посильнее. И вот здесь как раз делаю траектории, которые нам будут нужны для нашей травы, которой я бы хотел придать эффект такой вот всестороннего развития во все стороны. равномерное распределение вот этих вот линий рост травушек. Вот это как раз то, что образуют кучки травы. У них нет так вот четкой вот определенности, когда они растут без ветра, когда они и туда, и туда, и туда, и с наклоном. Некоторые травинки даже чуть ли не лежа почти вот так вот могут быть. И для них это абсолютно естественно. Вот нам нужна как раз будет такая трава более естественная, в которой будут и прямолинейные движения, и триволинейные с разным углом, с разным углом наклона. Такая трава даст ощущение, ну, большей природностью, что ли, такой. Но одновременно в ней еще и будет такая вот именно все направленное такое заполнение. Вот это то, что касается первичных внешних элементов, ребят, вот, которые нам будут необходимы. Форма травы. Именно чтобы ваша травушка-муравушка пока шла все-таки вот более заполняла ваш будущий лист по все стороны. Это чебурашка? Ну, можно назвать чебурашкой, да. Бородатый. Ну, да. Борода дыбом стала. Вот, ребят, это, да, трава желательно, чтобы улыбалась. Такая бы она ни была. И, кстати, как рисуется трава, так же рисуется и борода. Так же рисуется шерсть, так же рисуется мех, и очень много рисуется брызг тоже по этим структуркам. Вот, но сейчас я хотел вам еще одну внешнюю особенность показать. Она тоже вам может пригодиться, ребят. Красивая особенность. В ней можно очень здорово играть, чтобы у вас получилась вот травушка. Ну, скажем так, вот я не могу этот стаканчик сейчас повернуть боком, потому что, к сожалению, там вода налита. Если я его боком поверну, то он у меня прольется. Вот, не буду поворачивать. Но сверху покажу вам. Если, допустим, сбоку рисовать вот этот вот стаканчик пучка, какие-то травки, ну, допустим, вот с этой стороны, вот для меня ладошка, вот отсюда художник рисует этот пучок. Вот эти травки, вот эти муравочки, самые ближние к ладошке, они ближними будут. Травки, которые будут вот здесь, посередки этого букетика, будут уже, ну, то, что называется, некоторыми художниками, на среднем плане этого букетика будут вот эти травки. А вот эти травки самые дальние от моей ладошки сейчас, где я рисую, я рисую здесь. Вот, а это самый дальний. Это дальний план. Это травинки самые далекие от моего взгляда, от моего пупливого такого вот желания нарисовать, они самые дальние. Из-за этого, вроде бы так вот, не сказать, что это большой разъем, ну, что здесь 10 сантиметров, там, ну, 15 от силы. Тем не менее, в картине, если это показать, то появляется эффект хода в картину, эффект вот этого вхождения в пространство в картине. И усиливать этот эффект можно разными способами. Чаще всего, ну, наверное, самый простой способ для тех, кто рисует немного, не так давно, самый простой способ показать это цветами, оттенками. Вот, и на нашем карандаше как раз, собственно говоря, что простой карандаш, у него какие могут быть оттенки. Но нам надо по большому счету всего три оттенка. Оттенка среднего плана, оттенки ближнего плана и оттенки дальнего плана. Вот, их причем не обязательно делать по насыщенности, чтобы они были прям такие очень чрезмерно, чересчур. Вот, можно эти оттеночки потренировать. Ребят, немножечко слегка вот легким штришком. Я вам предлагаю делать такой легкий нажим на ваш карандашик, сделать плотную какую-то такую штриховую зону, а потом сделать ее послабее, чуть-чуть послабее. Вот, как бы, вот один из вариантов, например, откалиборовать свою руку на этот штрих, вот более слабенький и совсем еле-еле касаясь. Вот, еле-еле касаясь, но то же самое движение, то же самое движение, вот еле-еле-еле. Калибровка на три касания не сложна. Вот на пять касаний, ребят, уже сложная калибровка, нужна уже практика и тренировочка. Десять еще сложнее, но три варианта будет нам несложно. Вот, поэтому потихонечку вот мы сейчас вот это движение с вами, вот три основных тона будем использовать, чтобы потом сделать вот эти вот наши последующие травушки, муравушки. Только направление. Теперь вот не такой прямой штришочек, вот, а уже будет травяное движение. То есть какая-то травка будет сделана, например, бледненько, например, вот потренируете. Тоже можно, в принципе, для того, чтобы это начать тренировать, сделать себе какую-то ограниченную зону, чтобы вы в ней работали, не увлекаясь большими пространствами. Где-то, ну, буквально там, я не знаю, пять пальчиков. Пять пальчиков длина. Чтобы было пять пальчиков. Вот. И вот внутри этой зоны, давайте вот чуть повыше можно, чтобы было вам удобно. Сначала бледненькие травочки, муравочки в разные стороны, еле-еле-еле так, касаясь чуть-чуть, но их там тоже много. Можно их делать, каждую травинку, легким начерчиванием, легким штришком, так вот накидываем какие-то травинки и вверх, и вниз, и в стороны. Какие-то пряменько поставки вертикально, прям в небо. Но все характерно вот с этим калибром. Сейчас я делаю вот этот калибр. Я начал с бледненького. Такая травка, конечно, будет хороша, если вы потом, ну, впоследствии уже, если брать уже рисовальные моменты, она вам пригодится для туманных каких-то картинок, когда вот эта трава в тумане уходит вдаль. Причем буквально два метра, и трава уже бледная. Вот как раз вот эта вот дальняя травушка, муравочка, сейчас создается вот здесь. Это еще одна внешняя часть, которую я хотел заострить, ребят, и вот с этой внешней частью потихонечку мы сейчас будем завершать наш разговор о внешних моментах и будем переходить уже к внутренним моментам. Внутренние моменты у травы очень богатые. Пока сейчас будете штришком закладывать, я вам какие-то расскажу, какие-то у вас, может быть, свои поднимутся моменты. Какие-то я вам напомню, я их уже рассказывал на первой ступени. Мы как-то однажды делали такие тоже легкие знакомства с травушкой. Вот какие-то, может быть, в новинку, в диковинку услышите в новую. Сама по себе трава-мурава это, наверное, один из самых быстро восстанавливаемых таких покровов нашей природы. Трава быстрее всего зарастает. Любую какую-то деятельность человека, который мы вводим в природу, травушка-муравушка очень быстро регенерируется, очень быстро заживляет все раны планеты нашей, очень быстро идет процесс захвата травой любой территории. Конечно, где-то это бывает для вас неуместно, я про огороды говорю, и на огородах приходится даже бороться с таким бурным движением травы. Хотя есть очень много теорий и практических наблюдений, когда в траве растет все гораздо даже лучше, крепче, здоровее и поразит не трогают. Такие тоже есть исследования, их много. Вот всевозможных пермакультур и прочих каких-то новых инноваций аграрных. Так что одно из качеств, ребят, энергетических, которые я буду использовать для усиления последствий и вам тоже предлагают щедро применять, это трава как регенерация. Вот именно заживляющее свойство, удивительное, шустрое, быстрое, подвижное и дружное главное, тоже как вот элемент. Вот сейчас то, что я сделал первый ряд, сейчас немножечко вернусь к внешней нашей форме, это самые бледные травки, на которые теперь я предлагаю вам накладывать уже таким же элементом, только чуть-чуть ниже, чтобы были ваши вот эти травинки основные видны, но уже нажимая посильнее, слегка посильнее. Это наш будет вот этот второй. Это вот была первая наша работа, это вот вторая работа уже более таким твердым нажимом, более сильным. И вот это будет третий. Третий нажим будет самый сильный, он будет нас ниже всех. Тоже травиночкой за травиночкой. Можно даже слегка позабудьте сейчас то, что вы делали здесь, предыдущий шаг, вот как бы внутренний немножечко отрешитесь. Вот дальнюю травку вы сейчас сделали. Все, пока дальняя травка теперь у вас отдыхает, и вы даже на нее должны зайти, зарасти новыми травинками тоже и вверх, и вниз, и в сторону. Какие-то вертикальные, какие-то с сильным наклоном почти лежачие, какие-то не очень. И вот потихоньку, потихонечку, смело заштриховываете травинку за травинкой. Можете каждую травушку прямо обрисовывать с острым кончиком, ребят, прям можно каждую травку сделать вот по этому привисоку, что-то у нее хвостик из заостренный, и вот все они будут по такой конфигурации. А можно просто тоже себя не учите, даже если вы сделаете намек, что это трава, какой-то намек такой сделали, что какая-то вот есть линия нашприхована, достаточно вполне. Все равно других ассоциаций не возникнет. Ну, может, иногда возникнет ассоциация мокрой шерсти, но здесь нет объекта, который мог быть носителем данного атрибута, поэтому здесь я не думаю, что это будет сильно влиять. Тем более можно сделать немножко каких-то маленьких элементов, которые в траве образуют метелки семечек. Вот, еще одно, ребят, свойство внутреннее, ну, скажем так, внутреннефилософское в траве, которую я предлагаю вам взять на вооружение, это ее упрямое движение вверх и к свету. Это такое упрямство травы, как и у многих растений на нашей планете, они упрямо двигаются вверх и к свету. Если нету света, они двигаются вверх. Если нету сверху какая-то плита лежит, они будут искать боковые какие-то отхождения в стороны, чтобы хоть как-то где-то обогнуть препятствия и потом найти такую-то щелку вверх и к свету вперед. Вот это вот прям такое упрямство, ребят, ну, завидное упрямство, которому здесь смс учиться, это наверное такой один из красивых уроков травы, упрямо двигаться вверх и к свету, что бы ни случилось, как бы ни наступили, как бы ни раскатали трава двигаться и это очень-очень настойчивое движение. эта настойчивость травы, она, конечно, заслуживает уважения. Кто боролся с сорняками, тоже вспомните эту настойчивость. Вот иногда приходится прям такой, да что ж такое-то. Вот. Многие сорняки не получается никак культивировать, а дуванчик не растет. прям уже не знаю, что делать. Я уже собрал свои дуванчики с соседних каких-то улиц, семечки, уже посеял. Надеюсь, в следующем году будет вход в дуванчик. Мне нужны дуванчики в огромном количестве. А что, ты будешь виной из них делать? Нет, нет. Варенье умею делать, джемы можно делать. У меня очень много животных, которые любят есть. А, вот как. А другой твердости карандаш берем или тот же самый? Нет, я предлагаю, вот если калибр трех вот этих штрихов удался, ребят, можно даже твердым это делать. Главное, чтобы калибровочка была самый темный, средненький нажим и бледненький штрих. потому что третий будет, он уже будет посильнее, само собой. Причем где-то можно поднять даже выше какие-то травинки уже следующего плана, скажем так, средний план, который мы сейчас делаем, какие-то травинки можно приподнять. Можно сделать маленькие метелочки, маленькие метелочки каких-то вот таких элементов, как вот уже семечки, которые растут на этой травушке, на травушке. в этой травушке сейчас мы с вами тренируемся именно делать пока внешнюю систему, как это у нас выглядеть будет. Мы сейчас делаем еще одну внешнюю работу наоборот, задом наперед. Сейчас мы как бы двигаемся от бледного среднего к темному, потом пройдемся наоборот. Это тоже вам даст хорошую почву, хорошее ощущение дополнительно. Можно и так, и так. Ну какие-то маленькие точечки, можно делать метелки каких-то семочек, чтобы трава принесла плоды какие-то. Либо она цветет. Бывают цветущие злаки, тоже много такого интересного. И вот теперь на этой траве-муравье третий слой уже снизу. Вот тут уже надо будет делать частично легкий нажим. Эти травинки желательно чтобы было видно. уже на фоне вот этой вашей основной травки муравки. И такая трава уже будет у вас действительно ощущение будет давать, что она у вас уходит вдаль. Это все ближе к нам. Даже на простом карандаше мы делаем такой эффект воздушной перспективы. Можно так это называть. вот можно за счет нажима посмотреть как получится за счет нажима. Если будут белые какие-то зоны между вашими темненькими такими движениями, слегка уже средним нажимом штрихом закрываются эти места, чтобы там не было ощущения, что у вас под травой белая бумага снежная такая белая. Можно все прикрыть. Можно сразу травинными движениями, которые мы с вами делали уже сейчас вот так вот закрасить всю эту бумажку хаотичным штрихом таким. Вот то, что я сейчас делаю, вот я сейчас убираю белый свет на его листочке. А то будет подозрительно такие темные травинки и бах там между ними беленькие просветы белой бумаги. Это что? А тут уже как бы не будет вот я закрасил это все полностью и теперь уже вот так вот здесь вот эти белые элементы мы создаем. Делаем уже более сильный штрих какой-то более интенсивный. Конечно, это пока упрощенные элементы, ребята, всегда в траве можно идти к сложному все больше и больше и больше, но даже вот в этой простой форме уже есть какие-то элементы связанные не только с миром травы внешне, чтобы это была травушка-муравушка, но и пространственный момент, здесь он все-таки соблюден, что у вас трава меняется, чем ближе к нам, то у вас становится все другая, совсем по-другому уже выглядит, но чтобы не было так легко, я вам чуть посложнее покажу конечные вещи. вот вот такая почеркушечка, третий элемент, третий штрих как раз, его можно сделать либо на сильных нажимах, либо отдельно концевую травиночку, ребята, так выписываете, просто сильным нажимом, где-то может даже лежачая травинка, помните, что травинки тоже по-разному, удерживайте общий элемент вашей травы, если у вас все полюшко такое и в ту сторону, и в эту, и в другую немножко так гуляют, то и здесь такие же травинки растут, здесь посев совсем не других трав, а те же самые растут, они тоже у вас и туда, и туда. Можно это назвать такой травянистый бардак, с одной стороны, с другой стороны, это травяной порядок, очень такой упорядоченный травяной покров, природный, и на природный. Дим, не говори бардак, бардак это публичный дом, беспорядок это кавардак, у нас не публичный дом рисуем. Поэтому я и говорю порядок. Да! Согласна. Природный травяной порядок, все упорядочено по законам травы. Дописывайте, ребят, немножечко эти моменты. Пока вы их дописываете, я вам еще кое-что расскажу о травах муравах, травяные структуры. То, что регенерация, это, конечно, все здорово, то, что они так направлены вверх, к свету, тоже можно профилософствовать, и это красивое такое сопряжение с травой, через этот символ можно очень действительно здорово так вот все это представить, если в траву себя немножечко отождествлять, то вот этого движения достойно подражания, достойно быть взятым на вооружение нашей расой человеческой от цивилизации травы. А вот есть еще одно свойство травы интересное. Трава очень ну как бы дает жизнь одному веществу, я о нем сколько уже сказал, но ученые нашей планеты считают, что это не совсем вода, по крайней мере это вода, но она очень интересно молекулярно устроена, это роса. Вот именно на траве появляется особый тип вот этой молекулярной воды, интересно сложенной, которая обладает некими свойствами, ну немножечко даже слегка нарушающими нашу физику чуть-чуть. Это тоже очень интересная атомарная вода, которая нарушает гравитацию, очень интересные свойства, я много статей как-то одно время читал про эти росы, их целебные свойства, тоже удивительно, о котором знают по-моему все женщины России, не только России. Вот роса, конечно, это удивительный эликсир, который как раз с травой очень сильно завязан. Возможно, именно форма травы делает особые сборочки этой росы, ворсинки травы образуют интересные явления. Я думаю, там много еще будет открыто сделано каких-то удивительных наблюдений нашими учеными или не нашими, но там что-то все непросто. Но роса это удивительное явление, которое проникает очень хорошо нашей клетки при контакте. Практически это та вода, которая должна касаться кожи как можно чаще. Она сразу проникает в клетку, минуя всевозможные мембраны. Хорошая вода, нужная вода, очень необходимая. И если нет возможности нырнуть в росу целиком, хотя бы ладошки до росы можно коснуться и лицо свое увлажнить росой. Очень рекомендую, ребят. Самое забавное, что даже трава, которая у вас выросла на подоконнике, может быть генератором росы. Почти ежедневным. Но только сильная мороза, наверное, будет тяжеловат ее уже. Если на подоконнике она у вас будет расти. Но пока морозы встанут, роса всегда при вас. Как говорил Буратино, выгодное дело. Так что роса очень удивительное явление. И с точки зрения бытия травы роса уже не совсем что-лим даже материально к траве. Да травы это уже некий такой дар нашей планеты, нашей планете, которым делится трава. И именно с травы. Трава как взлетная площадка для этих росинок, чтобы стартануть и небо, испаряясь на солнышко, когда вся роса перемещается в небо. Вся молекулярная вода двигается вверх потом, что потом вечером снова приземлется. И так каждый день. Тоже очень красивый образ, очень необычный, он нам может пригодиться хорошо. Давайте сейчас сделаем еще один шаг. я предлагаю сделать наоборот. Когда делаете травушку в таком движении, когда мы делали сначала бледненько, средненько, темненько. Сейчас я вам предлагаю сделать небольшую зону себе делите, чтобы она у вас была фиксированная зона. И здесь сделаем такой ход задом наперед. Теперь у нас будет первая вот это потом вторая будет вот это также, а вот это у нас станет третья. То есть последняя мы будем травушку делать сверху внизу. А дальнюю начинаем с дальней травушки. Более того, я вам предлагаю сделать такой силуэт. У вас сейчас есть натура маленькая вот здесь например на этом рисунке. Попробуйте сделать силуэт вот если та же травинку сейчас вот так обрисовать со стороны. Вот я обрисовываю одна травинка, у нее там вошла другая. Это будет маленькая запутка с одной стороны для ума. Но в принципе можно потихонечку в крайнем случае если где-то пересечетесь с другой травинкой сделать рисунок который образуется у травинок пересекающих друг даже можно сделать расширен как чистокольчик как какие-то маленькие листочки более крупного формата. каждую травинку чтобы вы видели. Вот в этом будет сейчас небольшая запутка. Каждая травинка видна. травинка очень такие долгие частые немножко занудные у него происходят разные процессы в том числе очень необычно даже может немножечко закипеть голова но потом она успокаивается если упрямо продолжать дальше она спокойненько это принимает ну ладно и вот эта вот точка становится поспокойнее очень интересная это травинки как ну мы санта силуэт травинок который пойдет куда-то там на самый дальний план получается отправляем все травушки муравушки вот и когда они у вас будут готовы вот именно верхние их кончики я вам предлагаю сделать вот такими темными как вот эти наши третьи вот и как раз теперь чтобы вы уже не промахнулись смело их уже заштриховываете почему я сразу не предложил это делать очень легко легкая вероятность того что вы запутаетесь либо сделайте травки рвано ну рваные силуэты называются еще чтобы силуэтики были у вас более четкие четкие а второй момент ребят тоже такой хитренький мой уже лично чтобы немножко подольше это делали время здесь играет роль сделав что-то быстро что-то даже не поймется сразу делаешь это медленнее глубже будете проникать в этот образ так устроено постепенно травинка за травинкой но именно темные то есть смотрите чтобы они у вас были такие насыщенные как раз вашим штрихом линиями вашими движениями хотел сказать мазочками карандаша почти как кисточка карандаша работает на метеорке сильные сильные движения неправильно скажем мазочками тут немножко хлопотно будет граница между двумя слоями самый темный можно добавить что там не хватает травинок либо добавить тех которые на мой взгляд маловато но самая хитринка будет как раз следующий слой вот следующий слой получается что эти травинки у вас должны подпирать вот эти травинка где-то так можно сказать поэтому тоже рекомендую вам средний слой начать с травинок которые вы сначала легонечко себе намерите чтобы они у вас были уже на меточках где-то они могут даже входить в эти ваши травинки более дальние можно использовать эффекты когда травинки пошли в наклон куда-нибудь тоже ребята попроще будет немножечко чтобы не потерять травку муравку но движение все мягкие я бы вам предложил следить знаете за каким моментом результат на единственный сложный элемент в траве вот здесь как раз уже есть о нем смысл сказать потому что мы немножечко как делаем более сложный элемент не делайте травки прямыми вот эта сложная структура то есть вот прямая линия вот даже если вы сделаете но хотя бы вот чуть-чуть немножечко вот дугой она уже были второе станет ближе гораздо чем просто прямая полосочка особенно длинная вот длинная прямая максимально прямая это уже ближе может к веточкам на них праве в траве все равно какая-то легенькая на дуга из структуры структура которая в траве присутствует это чрезмерная гибкость это свойство тоже мы будем переводить потому что как энергия дополнительно гибкость у травы конечно феноменальна а пока травинки можно сразу когда создавать травинки конечно чтобы они у вас были уже сразу в цвете меньше было вариантов запуточки какие-то травки которые подходят какой-то травинки вот например вот этот мест кусочек я возьму вот темная трава граничит со светленькой более светлой травинкой но есть хвостик белой бумаги и я сейчас довожу темную травинку до границы вот с этой травинкой серенькой и получается что она из-за нее будет выложить вот-вот это дорисовывать что ребят скорее всего это делать вот на этом будет еще дополнительная такая с одной стороны сложность но она так выдают красивый эффект более пушистой травы ну еще раз ребят тоже скажу я вам дал три штриха всего если сделать пять штрихов например пять штрихов делать но 5 интенсивности то можно сделать как раз три травы которые переходные ниже двумя этими планами но это будет немножко сложновато с одной стороны надобность в этом уже больше художественная при наличии времени рекомендую тренировать это интересно вот можно делать интересно такие элементы например темная травинка вот здесь проходит сквозь эту сереньку и точнее за этой серенькой но тут ее будет немножко это темненько видно вот такой ребус можно разрешать это будет еще большая пушистость еще большая эта игра всех этих пересекающихся со линии но это уже головоломка идет тут уже спокойненько с холодной головой с горячим сердцем можно все это полепить не очень следуйте если там где-то запутаетесь не провожу в траве легко запутаться ноги пытаются в траве и чё ж там про голову говорить но если интересно как можно какие-то моменты ребят сделать что-то мелькало за вашей более светленькой травы сыроватой или какая-то другая ну и уже забегая на ту траву который будет еще к нам ближе находиться вот тут уже можно потихоньку переходить на травинки уже из этого светло-серого цвета чтобы ваша травинка например контактировал уже совсем со светленькой если их обрисовывать и фактически серый цвет более серый цвет у вас касается будущей светлой травинки и первоначально даже можно беленьким наставлять а серенькой заходить уже на территорию этих будущих травин которые вот тут будут первый пучок сформируем ребят чтобы было немножко понятнее допустим это будет первый пучок небольшого такого соцветия травок-нуравок вот между ними я все это забирала для гонечко серый цвет тут уже пойдут другие травки-нуравки сложненькая конечно с одной стороны но ребята сделать это один раз потом будет проще и проще это конечно такая тем более можно и застилизировать и принципе все равно она будет давать ощущение что вас уходит вдаль все равно вас вот на дальняя права она будет уже не вблизи уже будет воздействие интереснее чем просто одной стенкой делать травочку под силуэт на и тот еще один внешний элемент который хотелось вам рассказать показать есть художники особенно чаще всего скандинавские художники какие вещи будут сказочники которые вот эту траву висует огромного размера как бы получается трава маленькая на нее так увеличивают на огромном полске и вплоть до мелких всех жителей этого города который можно назвать трава 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 как город и там муравьи всякие гусенички жучки паучки всевозможные божьи коровки всего-сего-сего-сего-сего и росинка там и паутинка и пилинки там всякие разные свой мир и кто-то очень глубоко в него заглядывает нередко оформляет сказки такие художники можно сразу пойти таким путем сделать легкие травинки с самого низа легонько 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 а потом уже на границе как и здесь тоже я делал встречу темненькие травинки вписываются в более средненького что-то травинки может таким путем пойти вот на этом ребят подробности травы я пока завершу внешне именно форма могу нами намекнуть если кого-то зацепит так такой способ живописи так рисование травы то там вас впереди ждут блики на траве трава бликует потому что травы и гладкие элементы и трава отсвечивает здесь я это все игнорировал тени правы траве сами тени которые отбрасывают травинки на соседние травинки тут можно очень сильно так улететь с одной стороны чем хороши такие подробности даже если вы будете с ошибками до босни но попытка делать вот эти все элементы вас так и ведет траву что в общем-то еще еще появится пальчиками там из ваших замочаться по пощелку чтобы вас вернуть обратно но в наше время это очень полезно поэтому здесь чем хороша трава и как бы вот именно форма отождествления с травой безопасно ребятами на тему что это абсолютно экологический образ несущий никакого негативного подтекста я не могу быть уверенным например что отождествление с тигром или с драконом может быть безопасным кто знает всяко может быть вот но с травушкой муравушкой двигаться хотя бы как трава уже полезно очень ресурсный символ в этом плане ну некоторые элементы ребят связано уже с энергией травы как раз будет за заложено в том что трава это гибкость трава это мягкость иногда бывает жесткость можно в траву даже порезаться если вы помните у колодца можно в траву можно по траве как по шелкому ковру следовать вот трава очень удивительно в своем многообразии получается вот так форма энергии но в целом гибкость травы тут особая форма ее живучести ее выносливости во время урагана пропустит любой ураган и потом снова вернется вот это то свойство гибкости который мы с вами затрагивали в бендре как раз у травы она практически в высшей форме появлены такова на деревьях только нежные тонкие веточки обладают этим свойством и какая-то вот общая конструкция уже такая больше как инженерная конструкция дерева тоже стремится гибкости но главное тонкие ветки чтобы были гибкими внутренняя структура жесткая а у травы она практически гибкая от 2-то точки роста и вверх будет набор ее символов и свойств я хочу вам предложить использовать для того чтобы применить их как раз в нашем уже внутреннем таком облачение траву можно так как назвать именно в ее свойства и энергия вот этот образ который как раз завязан на траве не отвлекаясь на краски и цвета чем хорошим этом плане ребят карандаш в карандаше нет оттенков таких довольно широкой дамы это практически серовато все тональности объем передать можно а вот цвета вас будут не отвлекать поэтому вы глубже уйдете вот это вот описывание сейчас не отвлекаясь на краски но потом когда у вас тропинка будет протоптана с этой травушкой вы уже можете и в красках это впоследствии попробовать это тоже очень интересное еще более глубокое погружение в травушку тоже будет очень полезным вот ну а я пока внешние формы ребята оставляю вот сейчас переходим к нашему на работе нашей основной картинку двигаться в основной работе тоже можно очень по разному единственно что я вам тоже предлагаю как и в предыдущих наших вариантах как-то себе ограничить самой траве можно пойти таким путем что вы двигаетесь по нижнему краю до середины нашего листа можно сделать какую-то легкую рамку очерчивание здесь я делал овальные такие элементы какая-то зона зона травы вот можно сделать как раз какой-то прагмент такого внутреннего поля которым будет находиться трава можно сделать так можно за какой-нибудь предмет который можно очертить вот чтобы он у вас был как раз внутренней частью которая будет как раз у вас связана с вашим полем травы либо просто ребят не мудрствуя особо пойти путем как раз так все заполняется травушкой есть листочек полностью все траву вот по времени если сделаем какую-то часть вот этого большого полотна тоже будет здорово но если будете какой-то момент не доделается вдруг не переживайте потихонечку постепенно я бы даже предложил вам подольше с этим побыть впоследствии тоже делать несколько дней это было бы очень хорошо если бы вы к ней возвращались хотя бы чуть почаще чем раз и забыли эти воздействия очень хорошо работает как раз при повторах здесь тоже у нас будет градация ребят несколько планов я вам предлагаю соблюсти внешне полотеку чтобы у вас было травушки в далеке травушки средние травушки вблизи таким путем пойти смотрите можно пойти вот этим вариантом он немножко попроще конечно я думаю вы это все почувствовали тут все включаются элемент головоломки немножечко на так это по сообразительности погулять своей чтобы так вот не запутаться в горе традиции на вот хотя конечно они свои тоже очень красивые тоже не можно очень интересно реализовать на видео но это уже смотрите по себе более того ребят даже вот этот вариант даже вот этот вариант просто трава одного плана я это называю когда только один план вот только такой и все тоже будет действенным и рабочим но только небольшой настрой который буду периодически вам возвращать вот мы будем сейчас отвлекаться на травушку потом снова к ней возвращаться очень рекомендую ребят взяв карандаш и сделайте еще раз эту меточку меточку трех градаций я сейчас взял другой карандаш это средний карандашик мой твердо мягкий вот это будет его основная темнота главное потом я беру полегче делаю скрип и не так сильно нажимаю на карандашик но и здесь я тоже не скажу что я сильно нажимал вот и стрих который будет это зелененький вот эти три градации вам обязательно для себя еще разочек по ним пройти чтобы вы для себя зафиксировали и если будете потом впоследствии травку делать не один день тоже как маленькую разминочку такую я предлагаю вам сделать размяли свою ручку сам нажим можно немножко посложнее сделать травяными движениями то есть не просто на штрих 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 а уже какие-то такие травинка образные конструкции чтобы уже были какие-то у вас они это не праву можно даже в одну точку положить допустим этот жесткий ножом на жестком будет хорошо видно средненький ножем если начинать темного то принципе можно пойти в пересечении там из-за него выглядывают такие серенькие темненькие перечеркать только более темненьким если и там уже совсем легонько-легонько-легонько можно таким легким таким тренажиком потихоньку свою руку довести до этих ощущений когда вы делаете что-то легко гибко сама структура гибкости давайте еще раз по ней пробегусь на такие случаи ребят гибкая травинка в том случае если она во первых по этому принципу создается то есть травинка пунтообразная в завершении чтобы было стриги чтобы она заворачивалась здесь тоже не на натуре это конечно травки перекрученные вы тоже можете делать перекрученные это тоже особая структура трава но я не советую пока вот в этом упражнении делать они у вас сейчас слишком маленькие на удалении от вас находятся хоть и большого размерами сделаны подробность не обязательно но при все равно есть заострение на конце на острый кончик и травы это первый элемент гибкости второй элемент гибкости что отсутствует вот линия прямолинейная это не гибкая линия это конкретика это жесткая конкретика логическая структура вот именно прямые структуры либо это твердая твердая линия у травы все мягенько хотя бы так нибудь там легкой другой хотя бы там чуть-чуть какая-то парабола даже если это кажется прямой линию если минуточку приставить она будет непрямая это будет какая-то легкая дуга и прямой как бы она не состоится как бы вот такие моменты имеете ввиду любая гибкость издается какой-то гиперболой параболой но вот этими графиками они как раз формируют ощущение что она тоже гибкая даже если будет тоненькая тоненькая мы полетели я сейчас пока предлагаю постепенно представьте себе шум травы звук травы нам сейчас нужно было чувство наши базовые 5 шелест травы звук травы на утро а когда вы идете по траве как она шелестит вот это чувство первое звуковые моменты второй момент ребят все травинки жевали приблизительно вкус вот этот молочный такой немножечко вот так тоже такой чисто травяной вкус вспомните его пожалуйста по вкусу когда траву жевали если такого арсенала нету любой травяной чай там душица мято там то что угодно зверобой и пищу лесник да хоть полынь и полынь тоже трава вот любой элемент вкусовой на держите эту информацию пока мы будем это создавать на первых порах как разгонная такая площадка наших чувств внешние образы травы вспомните когда вот по полю гуляет ветер играет этой травой наклоняется дружно в одну сторону другую сторону как бы волны травы образуется вспомните какая трава зеленая там часть лета бывает какая она нижняя весной немножко такая уже опаленное солнцем к середине лета там цвета такая охровая зимой когда она из сугробов подкорчить немножко сухая а в лето зеленая то есть все внешние виды травы когда она цветет когда она не цветет когда-то у нее семечки там появляются вот все-все-все связано с травой все это представьте ну и конечно наша любимая эстетика когда вы касались травы когда вы ее касались стопою когда вы босиком бегали по траве может подлежали на стене задремав тоже вспомните такой необычный опыт и запах влияет очень интересно может быть заготавливали даже сены на кольце были вот любые образы где вы контактировали с травой в прямом контакте прямо с ручками вся эта информация нам будет нужна по мере пока вот мы будем создавать наш первый каркас я так быстренько проговорил ребят но это не серьезно проговорить и все а вот сейчас начинаем делать наши первые травинки я предлагаю вам если наверно все будет попроще с бледненьких начать поэтому давайте пока с бледненьких вот и вот бледные травинки формируете прям одну за другой теперь при таком размере вы можете травинки формировать уже целиком и полностью если фиксировать руку на какой-то источник вашей боковой части ладони то фактически вот это вот маленьким радиусом тоже никогда не сделаете прямую линию то есть фактически вы можете сделать дуге только двигаясь вот по такой траектории вашей руки там на кончике мизинчика на косточке мизинчика либо на ладочке там чуть подальше все равно у вас получается уже уже радиус единственное так он будет в одну сторону но частенько поэтому иногда есть смысл даже может быть в другую сторону лист повернуть или даже радиус сделать в другую сторону это уже плотная бумага а это уже плотненькая вот она даже по цвету не отличается беленькая бумага там это немножко более желтовато а карандаш помягче я взял средний карандаш пока мягкий пока убрал мягкий черный это мы как посерединке листа делаем средний среднего тона да ну в основном бледные плохо просто видно сейчас на камеру вот что у меня бледненькие ну там где будут темненькие какие-то моменты ребят ну считайте что сразу на второй план заскочили ничего а а градация какая будет снизу будет темная или наоборот да да снизу будет темнее ребят это проще учитывая что у нас много начинающих или совсем не рисующих я бы предложил вам как раз вот этот шаг давайте еще разочеку покажу вот вот эту версию хорошо вот если опыт рисования есть можете рискнуть вот на это ребят кто кто с графикой уже дружит тут можно очень хорошо поразвивать свои структуры рисование рисунка вот но для простоты все-таки рекомендую тогда вот бледненький было первое а потом дальше но ребят сейчас внешняя форма даже не так важно вы все равно потихонечку она у вас будет качественнее и глубже сейчас еще раз повторюсь все наши пять чувств с травой связанные вкус цвет запах внешний облик звук вот все это вспоминайте вытаскивайте из арсенала в вашей памяти везде где у вас травинкой там каких-то ваших летах были каким-то летом видели танка подростковые детские годы вот как покопайте немножко арсенал картотеку скажем так вашей памяти в котором есть конкретное упоминание с травой в этом мире мы живем не так много даже если это сто лет это сто лет не очень много на самом деле всего было сто лет сто зим сто осени и сто весен и найти в этих веснах зимных лет летах траву в принципе можно там покопать материал на это досье досье на траву такое собрать как она пахнет в разное время года какие запахи вы помните с чаев может какие-то травины вот всю информацию потихоньку в банке может что-то заваривали какие-то там тоже с фонтизом о банках и потихонечку вот именно эти чувства я предлагаю вам сейчас пофиксировать так мы устойны что когда мы что-то рисуем когда мы же создаем наши мысли наши чувства они все вписываются в нашу картину на этом это одна из причин ценности любого виду искусства по большому счету если там нету чувств ну сами знаете такие проблемы бывают в театральном направлении например я уж молчу про другие выполненная картина без чувств или пьеса была сыграна но абсолютно без чувств или бесчувственные стихи даже какая-то такая нормальная вещь получается так что здесь он больше это не само ощущение а чувства разгоняются с наших простых базовых мы просто хотели вспоминаем это уже много тоже разгон хороший именно свойства этой травы и физических наших контактов с нами потому что если копать детские моменты ребят все наши контакты с материальным миром ребенка очень бурно эмоционально проживаются помимо тех чувств которые там мягкая трава пушистая по ней бегать приятно есть еще интересный момент вот именно это приятно это очень нравится это очень хорошо это вот там хочется валяться на траве может вспомните эти ситуации потихоньку так вот травинка здравинка какие-то поднимайте вспоминания связаны с травушкой у птичьевая явно какие-то воспоминания он любит у нас маркетинг он такая озвучка озвучка наших воспоминаний подобные звуки могут быть в траве да вот ему как раз этот пучок потом я и отдам траву что он обожает а сейчас мы заслуживаем траву делать довольно высоко ребят чтобы она у вас прям такая вот была вот под самый верх это будет внешне это будет графический портрет травы ну и потихонечку сами себя увлекает этой травой вот именно тем что вы сможете каждую травиночку вот как вы ее повели на вот ее кончик на более крупном размере можно уже делать какие-то и подробности например ну даже можно в принципе какую травинку там заткнуть чуть не горизонтально почти горизонтально чтобы росинкам было проще стартовать какие-то росинки скатываются в землю иногда хотя не всегда потихоньку запах и травы исполните может кто-то такой момент ловил вот меня очень сильно удивило однажды когда трава была безветренная погода в Белоруссии и в поле я первый раз это почувствовал когда трава на уровне колена если присесть на хорточке один запах встаешь другой запах а если немножечко залезть на приборочек там какой-нибудь или на какой-нибудь тенек там третий запах вот как бы эфирные слои такие вот безветной погоды когда их ветер не перемешивают как-то так расслоились немножко по запаху тоже очень удивительно причем именно травяной запах даже не цветочный ну конечно били травы ребят тоже очень красиво сама сама внешняя форма пушистая такая вот часто как так вот я не знаю вот если у кого-то был опыт поспать на траве вот такого релакса наверное несложно вот это придумать ну кстати ребят тоже короткие травинки не забывайте они тоже должны быть мы с вами говорили что там есть травушки которые растут маленькие которые есть подлинные их тоже надо все учесть и те и те ну и постепенно когда уже будете чувствуете что вот этот чистокольчик первоначально у вас получилось такой же довольно видимый такой же вот он плотненький можно переходить чуть ниже и уже переходить на больший нажим ребят чтобы уже нажим потихоньку был более интенсивный можно в принципе эту градацию ну в принципе она возможно у вас уже сейчас появилась но тоже есть моменты где вот как раз уже средний нажим пошел и ничего такого можно сделать и может быть не пять нажимов разных но например из трех сделать четыре тоже будет интереснее смотреться постепенно будет под траву вашу помните эмоциональные моменты ребят связанные с травой наверное самый яркий эмоциональный момент с травой напомню вам может быть даже знаете этот момент эмоциональный после тучной морозной зимы когда появляются первые проталины черные такие на контрасте со снегом они кажутся часто темно-коричневые или появляются в них травинки вот эта особая радость которая появляется в сердце у всех после зимы вот она особенная эта радость вот эту вспомните у кого было подобное что-то это очень важно или монтон тоже с травой такой делает хороший контакт первая радость тогда появляется первая первая провинция дима записи не будет запись будет я говорил будет да запись будет на ютубе у нас мы на ютубе а на ютубе надо искать мне настя пишет она работает сегодня и очень переживает ссылка будет у вас ребят не переживайте спасибо вот ребят ну и смотрите дальше вот когда вот легкие такие вот воспоминания уже пройдут у вас по травмушке какую-то из них все равно может быть стать ключевым какое-то у вас более четкое воспоминание такое-то вы помните четче либо по своей природе которой у вас сейчас формировано например то что например больше аудио там каналу того-кому визуально у кого все вместе у кого как у кого там два у кого два с половиной неважно но вот какой-то более яркий образ вас сейчас больше зацепил там запахи например у кого-то либо звуки шелеста травы Вот за него сейчас держитесь больше, именно за тот элемент, который для вас как-то вот, ну, особенный такой, вот, вам лично. Вот, и его как раз больше, как бы, и усиливаете внутренне, как бы, вот, если это запахи, то попробуйте, представьте их более концентрированными. Если это звуки, попробуйте их, как будто бы, даже немножко усилить, чуть-чуть более, более громкие, чуть-чуть. Ну, и потихонечку я вам предлагаю сейчас некоторые, ну, я это называл ментальные элементы с травой, ментальная конструкция, умственные, конечно же, модели, их можно назвать, тоже яркие примеры, может быть, вы мне потом поможете еще какие-то добавить. Вот, я какие-то видел сам, какие-то мне рассказывали, с образами травы они тоже все связаны, но, ну, у меня такая вот моделька, ребят, что тысячелетний дуб очень сильно зависит от травы. И если по размеру, по диаметру кроны дуба уничтожить всю траву вокруг дуба, то дубу долго не жить, даже если ему тысяча лет. Вот такая вот моделька из жизни. Вот, очень зависимость большая. Ну, там понятно, что почвы, влага, рыхление почвы, наверное, корешка, не травы, наверное, что-то еще какая-то есть, симбиотическая связь. Ну, это все нюансы, но все равно вот сам образ, маленькая трава, которая там однолетняя, двулетняя, и дуб, которому тысячу лет. Такая вот интересная зависимость у больших гигантов растений. Вот, еще одну модельку наверняка вы видели, тоже сейчас я вам расскажу. Вот, старые парки, старые какие-то советские, может быть, времен, какие-то парковые зоны, скверы, где есть асфальтовые дорожки, и через них протыкаются одуванчиками вот такие асфальтовые пласты старые, с трещинками. Бывают пупырышки, сначала появляются такие, а потом наверху этой пупырышкой этого шарика асфальта, вдруг ба-бах, наверху появляется одуванчик обычный. Вот такая вот тоже особенность травы интересная. Тоже вот ее представьте, вот эту ситуацию, либо вспомните, кто видел такие вещи. Они довольно привычны для городского образа. Вот, один как раз видел в Москве, я образно тоже рассказывал, оно на первой ступеньке. Когда асфальтоукладчик заехал на газон на ночь, а утром уехал, негде было, видать, запарковаться, и он сделал так. Там, где он проехал по газону, там вся трава и земля была в гладкую плиту, даже на солнце глянец был такой. Ну, очень плотная там, многотонная конструкция. В общем, я думал, все. Но я по этому месту часто ходил, и потихонечку, в течение недели, видел, как постепенно вся трава возвращалась обратно. Как на этом глянце появились маленькие хвости, тихонечки этих травинок, пока они потом все вылезли, тихонечко все прокалывали, всю эту поверхность, которая осталась, и снова травушка там снова появилась. Вот такой тоже образ особой живучести, особой такой, мощной регенерации, мощный такой ресурс этой силы. Параллельно, ребят, я сейчас предлагаю немножечко отмечать, вот сейчас вы делаете множество, множество, я даже уполз немножко в сторону, дуговых линий. Дуговые линии, их очень много, это вот практически все дуги, 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 дуги. Сегменты дуг, фрагменты дуг, какие-то сильные дуги, слабые дуги, прямые линии пока избегаете из-за всей силы, которые будут появляться. Вот тоже знаете, как на вас начинают влиять сами по себе дуги, потому что перед вашими глазами в какой-то момент можно начать с какой-то ряби от этих элементов, он просто начинает перестануть как много, что прямо ой-ой-ой. Отмечайте даже вот эти моменты, когда вот, тоже, как говорится, глазам немножечко уже, как-то уже это все, как-то дуги, 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 дуги. Вот еще одна моделька тоже, но я о ней косвенно уже говорил сегодня, когда вот сильный ураган, сильный ветер, могут даже деревья сильно страдать от таких мощных последствий. А трава просто прогибаются, пропускают ураган, ему не сопротивляются, и за счет этого все остается на месте, ничего не повреждаясь. Такие вот образы они потихонечку подходят еще поближе к травочке, сейчас будем переходить. Вот и сейчас, когда уже к ближней траве перейдем, ребят, я еще одну вам сделаю. Думаю, она понравится. Травы, которые вдалеке, вот тут как бы можно сейчас это сделать такое сопряжение, как бы гибкость, которая впереди. Вот. Можно сделать такой вот вариант, гибкость, которая была. Тоже я вам предлагаю один элемент вспомнить. О, Евгения подошла у нас. Есть такой элемент, что все в начале нашей жизни на этой земле, мы все были очень гибки, но все были очень пластичные. Причем не только телесные, ребят. Эта гибкость была у нас во всем. Это гибкое мышление, это гибкая, чистяная система организации наших чувств и эмоций. Она была очень гибкая и подвижная. Это можно увидеть у любого малыша. Как вот они реагируют, как они играют, как они... Вот поплакал, тут уже смеется, смеется, тут же поплакал. Там вот как-то все очень быстро, шустро, гибко. Иногда даже может такое поведение немножечко напрягать у людей некоторых, когда гибкость твоя уже не очень такая гибкая. У травы, конечно, это очень сильная, развитая такая, наверное, главная константа травы, или гибкость, или мягкость. И это, конечно, свойство, которое очень хорошо можно использовать. Вот это трава, которая у нас с вами вдалеке. Это наша гибкая трава, которая как раз как вариант то, что уже действует в ресурсе. Любой опыт, который проходится, он уже у нас в памяти навсегда. Он уже с нами присутствует. И даже если телесная гибкость немножечко начинает, скажем так, под какими-то образами жизни становиться не такая развита, вот опыт, который был связан с этой подвижной гибкостью, он все равно остается как ресурс у нас, пока мы живем здесь на этой земле, и походим дальше тоже. Вот к этому опыту тоже предлагаю прикасаться через именно такую систему, что вот именно вся дальняя трава у нас с вами, это то, что уже было. То есть вот эта гибкость, которая уже у вас в поднициале, она присутствует. То, что какие-то моменты нашей профессиональной деятельности, или какой-то поведенческой наших моментов, скажем так, не проявляют. Эта гибкость, либо не создают длинные условия, это уже нюансы, которые все равно при этом не убирают то, что опытом у нас уже было сделано. Об этом, пожалуйста, помните. Иногда об этом хочется, может быть, даже нашему ему забывать, вот, а забывать не стоит, потому что этот опыт уже пройден, скажем так. К нему нужно возвращаться при необходимости, когда снова нужна гибкость, пластичность, мягкость, продательность. Травинок, ребята, укладывать все больше, а вот как и в варианте, который я вам показываю здесь, вот там, где будут у вас просветы бумаги белой, их можно просто прикрывать здесь уже вот на этом сюжете, уже даже на среднем проходе, можно прикрывать вот эти вот как раз фрагменты белой бумаги со среднего нашего плана. Именно легкой за штриховочкой, которая больше относится вот к нашему как раз вот этому первому потенциалу травы. Чтобы у вас не было именно эффекта, что трава на снегу, вот если сейчас так траву оставить, то в принципе можно немножечко еще кое-что добавить, и будет забыть из сугробов трава. Чтобы этот эффект убрать, трава в сугробах, я вам предлагаю сейчас вот этот вот как раз нижний слой, слегка-слегка-слегка, тоже дуговыми движениями пока. Слыхо-закрыт, где-то добавьте травинки, которые вам не хватает. Ну, тут, конечно, травинок уже побольше будет при таком размере. При этом, ребят, что бы сейчас мы не делали, все-таки периодически снова и снова вспоминаете вот эти вот моменты, которые у нас связаны с ощущениями травушек. Вот эта форма, которую я представляю, вот такого типа, ребят, это намек на то, что вот здесь пойдет травинка другая. То есть уже как бы такие намеки, как бы если травинка будет еще одна, то вот уже под нее, вот эта травиночка уже вот здесь выходит. Поэтому вот эти все хвостики, которые у меня остаются остренькие, это маленькие намеки на следующие травки-муравки, которые пойдут уже следующим шагом. Вот. Ну и, кстати, ребят, вот при таком большом размере травы можно не обязательно делать траву прямо из широкой своей плоскости. Вы можете делать тоненькую, как раз, в виде начала травки, потом она расширяется и снова становится тоненькой. Тонкое начало, потом она звернулась к нам к нам. Уже не бочком мы видим утолщение. И снова тоненький кончик. А вот это вот начало может быть очень тоненькое. Если к нам травинка развернулась ребром, то это будет тоненькая плоскость. Как раз то, что здесь хорошо очень видно на этой нашей материи. Там идет перекрук травинки. Как раз хорошо видно, где она повернулась на нас. Там она тоненькая. Относно утолщика. Тут тоже можно играть. У нас потихонечку сейчас есть тоже 50% бумаги заполнены. Ребята, в принципе, у вас сейчас появляется травяная такая общая масса, которую мы сейчас уже будем использовать как образ-символ. Я вам разные истории рассказывал по траву. Какие-то умственные штучки, наблюдаемые в траве, какие-то общие ее свойства, какие-то чувства. У нас есть небольшой такой образ копилки такой получился. Разных ее свойств, разных ее качеств, разных ее моментов. Давайте еще раз пробегусь, пока вы дорисовываете какие-то нюансы. Я это все подготавливаю к тому, чтобы сейчас перейти к главному нижнему плану, более интенсивной травушке, который будет уже сделан более конкретным движением ребят. Ну и уже в него немножко другое, предлагаю вам вложить, ощущение дополнительное. Это суммарное, вот это свойство чувства травы. Вот просто трава как цивилизация, трава как народность какая-то на нашей планете, покрывающая степи, прерии, там всевозможные какие-то огромные опушки, там поля, луга. Есть такая цивилизация, допустим, она называется трава на нашем языке. Вот, может, в ней свой какой-то язык есть, кто знает. И вот как бы вот эта цивилизация, вот есть общее ощущение, ну как бы некий дух травы, что ли, можно так назвать, некое свойство такое, которое общее, дух травы. Если пробежаться еще разочек, это регенерация, быстрое восстановление, быстрое заполнение любых пустых мест, любые пустыри, в первую очередь, травой покрываются. Трава подготавливает приход деревьев. Она как бы такая своеобразная, ну скажем так, разведчатся. Если трава прорастет, то деревьям быть впоследствии. Вот, в этом плане трава так и первопроходит с такой пионер по любому восстановлению планеты. И трава как раз является таким образом, где-то даже санитаром таким, который именно уже восстанавливает. Не убирает лишнее, а именно восстанавливает. Хотя, конечно, как трава ломает асфальт, ребят, этот образ, конечно, такой мощный. То есть трава очень сильна в своей потенциальности. Даже дуванчики только так ломают такие асфальтовые дорожки. Сила мощная, очень мощная сила. Действительно, такая очень реконструирующая. Любые наши моменты жизнедеятельности человека быстро все убирает. И трава тоже такое свойство интересное. Дает питательный стол плодородный, который позволяет потом появляться черноземам. В том числе тоже такое интересное, как кормящие свойства. То есть получается, все черноземы, которые мы сейчас пользуемся с вами, это вековые отложения травы и ступях, которые потом человек распахал и засевает это же всевозможными гречками, златами и прочими разными. Это уже тоже травушка-муравушка. То есть у нас еще и зависимость с ней очень серьезная. В том плане, что она нам поставляла чернозем. И это действительно очень такая интересная миссия травы в кормилице. Вот такой общий собирательный образ. И гибкость туда же можно, и запах ему тоже разбавлять. И вот уже с этим посылом, как общий дух травы, я вам предлагаю делать уже более темные травинки. Они уже такие основательные. Они уже у вас будут выходить за пределы вашего листа. Вы даже можете каким-то, ну только карандаш не сломайте, от усердия, сделать какие-то прожилки для травы, чтобы уже были какие-то вот ее прожилочки. Здесь уже не смущайте себя, куда ее направлять. Только лишь прямые линии не нужны. А все остальное, ребята, так пойдет. Смело. Но внутри я спрошу вот то, о чем я сейчас говорил. Постепенно и постепенно как бы выводите в себе вот это ощущение нашей какой-то связи с травой. Вот это удивительные разные пословицы у нас есть красивые. И травой поросло, когда что-то очень неважное надо отпустить. Называется бульем поросло или травой поросло. Легкое как-то, есть выражение лебедушкой, павушка-лебедушка, девица-протовыла. Здесь было еще такое выражение, как травушка-муравушка. Двигаться травушка-муравушка. Тоже очень легкая постепь, очень легкое движение, не разрушающее ничего вокруг. То есть это вполне такое следование, такой вот легкой гибкости. Вот. И вот с этими травинками как раз вот я вас попрошу переключиться именно на ощущение. Не столько внешнее. Внешнее потом подрекруется, что вот довольно экспрессивно. Но вот именно как вот мир травы. Мир травы как цивилизация. Вот этот дух травы. Попробуем сейчас вот в этот пример. Мы уже много сегодня сделали. Вот. И уже как раз вот такими травянистыми, мощными, раскидистыми травинами. Завершить эту нашу работу. И вторую часть этого нашего момента сейчас-таки попозже вам расскажу. Сейчас как бы сделать начальное заполнение. Вот. Представители этой цивилизации травы. Уголочки самые разные тоже используются. Используются циркульные движения вашей ладошки. Вот. Но это, я думаю, уже все, ваша рука уже отработала. Вот. Сейчас уже, ребят, когда уже рука ваша, скажем, такая более опытная стала по праве, все-таки первая трава была немножко отключающаяся от того, что вы сейчас будете делать уже на этой фазе. Вы уже сделали не один десяток травинок, поэтому, как ни крути, первичный начальный опыт уже начинается проиграть с наших рук, когда мы что-то повторяем. Поэтому можно уже теперь отвлечься от внешности травы и вот как раз прийти к ее сути. А суть, ребят, травы как раз в том, чтобы вот именно такие делать моменты связанные с ее значимостью. Это хорошо, конечно. Значимость тоже возникла. Значимость всей нашей цивилизации, всего нашего эко... Экосистемы всей нашей, от такого образа, как трава, тоже хорошо. Но все это на ощущение. Ну, как чувство. Чувство травы, ее... Такая вот жизнь, ее влияние на нас. Вот. Все это вот перебирается снова и снова. Как бы это можно сделать с закрытыми глазами, а можно вот с открытыми глазами нарисовать траву, ребят. Вот этот момент хотелось бы вам как-то передать. Сам вкус, когда вы, открыв глаза, делать такую настроечку. Нашу травочку. Нашу траву. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И вот сейчас я вам предлагаю еще один вариант дополнительный к нашей вот этой вот массе травы. Еще один образ, который, ну, для нас тоже он очень необычен, с одной стороны. Представьте себе, что у вас ваша структура, биологическая в том числе, превращается в траву. Вот, как бы вот столько травы уже нарисовали, что вот уже и вы, ну, скажем так, это больше такое уже то есть жестрение еще и ближе туда. Вот, и вот если в этом поле какая-то, вот какой бы вы могли быть травой, представьте, это тоже часть нашей такой структуры, уже мы, трава, я, трава. Вот, и вот, наверное, необычен, чтобы, ну, я, в общем-то, это очень полезно. очень красивый, очень простой, когда мы действительно становимся ненадолго, хотя бы образно в этом сингле, именно как трава. Можно расширить немножко этот образ. Вся планета это трава. Вот все трава. Все сделано из травы. Автомобили из травы, самолеты из травы, все лодки трава, плывут по траве, море травы. Всю структуру всего строения сделать такой парадоксальный существующий вариант с воображением, что вот все трава. Травяные два скребок, травяные автомобили, травяные нул. Все трава, 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 трава. Пофантазировать немножко. Такой хулиганский образ получается с одной стороны, с другой стороны. Ребята, не настолько уж он не хулиганский, поэтому есть тоже интересное открытие. И пластичность, это тоже часть гибкости нашего, в том числе, в том числе и мышления. Все вокруг трава. И у вас конкретно, ребята, тоже когда представляют траву, появляются какие-то свойства. Регенерация. Особый такой момент, который очень тяжело утомить за счет того, что трава гибкая, трава подвижная. Ветер подул, трава зашевелилась. Ветер не дул, трава не шелестит. Вот он отдает запахи и аромата. Все вот эти моменты, которые присущи траве, в нас тоже появляются. Вот именно как вот этот символ, как этот образ, который мы так долго уже делаем. Тоже вот трава. Толстенькие травинки, тоненькие травинки. Вы тоже чередуете обязательно, что у вас были и такие, и такие. Где-то может быть тоненькие стебельки. Где-то может быть тоненький стебелек, даже поднять повыше. Какой-нибудь другой, ребят, и сделать на нем какие-то маленькие семечки, которых там, помните, вот, петух или курица были игры в детстве. Вот прям вот такие маленькие-маленькие семенашки. Белые просветы, которые у вас будут в нижней траве, тоже их можно убрать, когда все легко, уже с помощью травы, которая у вас была перед этим. Такая средняя травушка. Вот как раз ее можно сейчас прикрыть, все вот эти просветы, которых может быть очень много на этом этапе. Можно это все тоже перезапрыть, но тоже желательно правильными движениями, чтобы это были движения травы. Ну и может быть уже есть смысл не так часто касаться выше вашей травы пальчиками, да и по возможности тоже можно не сильно касаться ясловой травы, чтобы сам график карандаша не размазывать через чуть-чуть. Это уже так много этого карандаша, что сейчас сканиклась. Немножко такие небольшие, ребят, напустые для образа этой травы, чтобы он был у вас такой более. А внутри еще раз предлагаю, ребят, вам сделать это ощущение травы, если будет возможно, впоследствии, когда он дома будет находиться, чтобы никого не смущать, здесь смысл даже подвигаться, как бы трава двигалась на литро. Это тоже очень полезный момент, тем более, что в движении мы еще лучше соединяемся с объектом, который мы пытаемся изобразить. Некая такая пантамина травы, в этом плане очень хорошо помогает глубже в этих траву. И сам этот образ вам еще больше раскроет каких-то своих свойств дополнительных. В некоторых реконструкция славянских оздоровительных единоборств есть школа травы. Тоже очень красивая философия, легкой такой податливости. Как права. В динамике все тело можно сделать кровяным. А вот к чему это приводит, ребят, это тоже очень необычные вещи, но я думаю, что занимается психологией, психиатрией в том числе, там очень интересные вещи появляются, потому что иммунитет подскакивает особо. Когда вот эта трава становится для нас приличным, легким вхождением в этот образ. Этот иммунитет очень необычный начинается вести, устойчивость более крепкая, стойкость к воздействиям в том числе. Слишком много завязок у нас с травой. Где бы человек не жил, когда с травушкой нам приходилось с ним так делать больше, даже чем с другими какими-то объектами этого мира. Потому что мы ходим по траве, в огороде с травой работаем, в разных формах в том числе. Все равно приходится, что называется, и там, и там по-всякому. Сейчас вегетарианцев называют, люди, которые едят траву. Тоже интересно, слышала такое замечание интересное. В общем, вообще интересно, она красивая. Травоеды. Тоже очень красиво. То есть, знаете, это тоже, как бы, одна из особенностей нашего мира. Это, кстати, любой человек ест траву в разных формах. И укропы, в том числе, и салаты. Это здорово. Вот, ребят, немножечко хотелось бы рассказать вам по принципу работы вот с данным сюжетиком, его можно использовать уже неоднократно, вы его делали, ну, почти что где-то даже, может быть, около часа мы с ним работали, я не посмотрел, но, тем не менее, вы много времени на него потратили, но все равно ваша рука записывала все движения, которые вы сделали, все эти траектории, которые вы так много накидали, движения, причем однообразные, к большому счету, довольно однообразные движения записываются в нашей руке очень сильно, у вас все равно будет уже контакт с этой работой чуть поглубже, чем просто бы, если бы вы сделали за 5 минут, и, как вариант, вот есть какой-то момент интересный, когда будет очень, так скажем, сумбурно, суетно, чересчур, я вам предлагаю просто посмотреть на эту работу, ну, где-то хотя бы минутку, больше не обязательно, вот, просто представляю вот эти все движения трав, колыхание травы, все эти вот элементы, о которых мы говорили с вами сегодня, запахи, вкус, цвет, вот все эти вот образы, которые связаны с травой, элементы каких-то вот этих вот ее свойств необычных, которые, ну, довольно обычно, он может среди жизни, вот все, быстренько так прогнать, несколько секундочек, и вот просто пошелестеть, представить, что мы стали ненадолго травой, именно как бы вот в этой форме, которая здесь находится, вот можно покачаться, как трава, можно просто представить, что вот мы как трава, или мы стоим просто в поле этой травы, ненадолго, буквально там секунд 30, это вот даже за глаза могут хватить, чтобы быстренько-быстренько перевести себя в нормальное состояние, более адекватные, если какие-то вот такие сполок и каких-то там суетных моментов, начнут слишком сильно вас захватывать. Это очень быстро позволяет заземлиться. Травушка имеет еще одно свойство, так что мне не сказал, у нее точка роста у земли, поэтому заземлиться через траву, когда очень сильно принесло куда-нибудь наши мысли, наши чувства кем-то, либо чем-то, вот очень просто, потому что точка роста в земле находится, не на высоте земли, как у некоторых бывают деревья, которые легко в этом плане раскачать, вот травушка в этом плане, она в земле, в земле поближе, и падать ей некуда. И в этом плане, как бы, вот этот самый последний образ заземленности, он нам тоже очень помогает нередко как раз некую устойчивость передвести, когда нас вышибают из-за этой устойчивости всякими событиями любого рамда. Поэтому здесь вот как бы этот образ тоже можно представить, что вот вы, ваши ноги, как корни входят в землю, как бы пытаются руки с земли, как бы вы заполняете силой земли через ноги, перешки, а ваши руки уже, ваша голова, это все же трава, которая уже колышется. Так символ это очень хорошо позволяет как раз быстренько вернуть в себя состояние адекватное, чтобы не уходить в какие-то моменты, когда вы ошибает нас события, либо в какой-то ситуации. Вот здесь вот это можно даже визуально сделать. Если этого будет недостаточно, можно прям по этой работе продолжать делать какие-то травинки, побрисовывать какие-то, какие-то переходики траве, то есть немножко запутать свой ум в траве, чтобы он у вас в траву улетел немножечко, и все-таки в этой травушке еще чуть-чуть немного выделать карандаш, и там немножечко настраивать эти травиночки, чтобы именно уйти. Данную работу такого формата можно делать очень долго, тем более, что любая фаза потихонечку будет вам открывать новые какие-то свойства травы. Вот еще раз намекну, ребят, что вот элемент, который вот здесь используется, его можно как раз ввела, выигрывать еще даже дольше, чем вот то, что мы сейчас сделали. Единственное такое, чтобы в нем укорениться, я предлагаю вам делать небольшие травочки, ну буквально там 5-рублевую монетку сделать травинки, в которую одна входит другую, вот и что происходит, если они разного цвета. Можно даже какие-то какие-то сеточки сделать, переплетение, потом потихонечку ваша рука будет привыкать, как травинка будет себя вести, если ее пересекает другая травинка, другая последовательность. Но как маленький такой нюанс тренировки в том числе и ума, наблюдательности и внимательности. Иногда это бывает необходимо. Иногда куклу можно отдохнуть просто спокойненько, делая травяные движения. Вот, в принципе, вот этот наш эскиз, он достаточно в этом плане удобен, хорош, потому что не нужны краски, а карандашки можно быстро к себе вернуть. Это своеобразный наш такой душ, душ для нашего разума, для нашего ума, который иногда что-то может сильно потрясти чересчур. Некую устойчивость выбить из-под ног травушки, вот это быстренько формирует обратно. Если подобная необходимость возникает, это мы всегда таким образом установить, в более стабильном состоянии, в том числе и психики, либо иммунитета, тогда это, конечно, надо сделать хотя бы недельку каждый день, вот по две минутки. Это небольшое время. Это можно даже сделать на почеркушках, во время телефонного разговора. Вот с кем-нибудь, если с кем-то долго общаетесь, вы можете чиркать с карандашиком потихонечку вот так вот себя, ну, сами увидите, как будет меняться ощущение. Вот, если кто-то из вас получил подобное чувство через траву сейчас, ну, это, конечно, здорово, после замечательного видать, но иногда вот, чтобы его ощутить в большем, в таком разворачивающемся моменте, рисуночные нюансы требуют повторных каких-то моментов, чтобы вот это укрепить ощущение, то, что называется нейронной цепочкой, сделать ее более выстроенной, устойчивой, ну, или, как это я раньше называл, и буду называть, протоптать тропинку в наших нейронных сетях. Сейчас у вас, как бы, такая маленькая натоптышка вот этой травы есть, ее можно сделать более четче. Если какие-то есть вопросы, мало ли вдруг, задавайте, микрофончики не забывайте включать. Мне понравилось выражение «душ для души». Душ для души. Кровяной плитом. Ну, он так и получается. Когда чего-то очень много, получается душ. Нам частенько холодную душ устраивают. Надо что-то для души. Вот. Ребята, приветствую те, кто у нас подошел чуть позже. Евгения, Людмила. Сегодня связь была плохая, что-то еле-еле только я прорвалась через полчаса после начала. Понял. Ну, хочу сказать, что я пропустила, что нужны были большие форматы, поэтому я на маленьком, но очень эффективно. Как у нас такой формат и был? Да? Четвертушка? Ну, половинка. А, ну, я еще уменьшила вдвое. Ну, у меня этот запас есть. Ну, я хочу сказать, что когда ты сказал, можно с закрытыми, можно с открытыми. У меня получилось так, что глаза открыты, но фактически были закрыты, потому что я просто погрузилась в эту траву и растворилась в ней. Еще хочу сказать, что когда я начинала только, у меня было не очень хорошее самочувствие. Сейчас все болевые ощущения, которые у меня были, они у меня прошли. Поэтому очень благодарна. Я с травой с первой ступеньки еще как бы вот контактирую вот в таком плане. И вот в карандаше так это вообще очень чудесно. Спасибо большое. Наблюдайте. И, ребят, тоже рекомендую делать такую, ну, строго так наблюдайте моменты, которые вот действительно вот может четко сказать, что это вот от того же траву порисовали. Вот. Поэтому здесь, если вот какой-то будет нюансик, то та же головная боль. Вот потренируйтесь. Тренируйтесь. Это не так сложно. Конечно, головная боль, мягко говоря, не та ситуация бывает иногда, чтобы рисовать, к примеру. Но вот можно и вот так вот потренироваться. Вот головные боли, давление, то, что у меня данные какие-то есть по нашим прохождениям, это убирает довольно шустро. В этом плане травушка, ну, как-то целебно очень. Кто-то нас говорил, что зубную боль убрали вот таким образом. Конечно, это не решает вашей необходимости посетить врача. Имеете в виду, это не панацея. Но, тем не менее, какие-то моменты острые можно сгладить травушкой. И что на это влияет? Образ ли травы или там что-то еще? Я даже не советую в это сильно внедряться. Работает и хорошо. Да. Действительно замечательно. Это прекрасно работает, очень красиво. Но регенерация, конечно, очень мощная. Поэтому здесь действительно очень необычно и красиво можно подойти каким-то своим нюансом и начались травы. Лидочка, привет! Привет! Раяня, привет! Травники такие. А вот, Дмитрий, я меняла карандаши по твердости от плана к плану. Да, пожалуйста. Тоже как плян. Ут наименьшего сопротивления материала. Нет, это нормально. Это уж если на то карандашей, то можно себе сразу и твердые приготовить, и жирненькие карандашики. Да, для меня была такая радость, что не акрил, а вовсе как... Да, у меня стерся до деревяшки, так что... Поэтому надо держать рядышком точилку. Ну, понятно, да. Не, у меня еще были... Ну, мне почему-то он понравился, поэтому... Какой, какой? А, я вот до деревяшки... Как раз HB, HB, да. Ребята, давайте ненадолго. Я вас попрошу, травушки наши, муравушки. Я бы заскринить хотел. Кто может, камеры включите? Вау, какое травье большое. Вообще характер чувствуется. И четыре секунды подержите, пожалуйста, не шевелясь. Раз, два, три. А четвертую я могу, как вы помните, растягивать. Спасибо. Спасибо. Мне у Ларисы понравилось. Обалденно, конечно. Убивительно. Таня, покажи твой еще разочек, пожалуйста. А то я залюбовалась Ларисой. А, ну тоже, впрочем, очень убедительно. Спасибо, Ленок. Я старалась. Я, правда, на А4 обычном листочке почему-то начала. Но мне еще хочется другой вариант, вот, который внизу светлый, а наверху темный. Вот хочется попробовать. Ребята, вот на таких попробуйте рисовать. Очень просто. А, хорошо, да, да, на 10 на 10, хорошо. Даже меньше, да, 8 на 8. А, 8 на 8, а, хорошо. Вот эти вот... Ага, понятно, понятно, понятно. Да, надо пробовать, интересно очень, графика классная. Мне очень понравилось там напоминание о том, что трава очень такая жизнестойкая, что в ней много энергии. У меня прямо сейчас так много энергии, хотя я была сонная. У нас тут меняется погода, и немного побаливала голова. А сейчас я чуть-чуть... Теперь пробьем любой асфальт. Она силы дает, трава, да. У меня вопрос такой восстановления, регенерации, как вы сказали, это очень ценно. Ребят, приходите на целый этот курс, который будет в спектроритме. В спектроритме у нас там тоже будет трава. Только в неожиданном немножко варианте. Да, она будет очень неожиданно там у вас обогреваться. Чтобы сделать реализм с тюром, да. Но спектроритмы, они как раз на то, чтобы сейчас свою энергетику подтянуть. Ну да, мы как существа все-таки состоящие в теле, но тем не менее, ребят, вы помните, что мы все-таки из энергии тоже сотканы. И очень сильно сотканы. И все эти цвета, они тоже влияют на нашу уже полярность, вот это все наше поле, насыщенность, плотность в том числе. Вот в этом плане, конечно... У меня вопрос энергии, о ее отсутствии, где ее брать, очень актуален. Там как раз мы будем с этим работать, и именно через спектры, которые нас окружают, и которые нас на себя пополнять будут. Сейчас это очень актуально. Надвигается, как говорится, этот шторм, который надо противостоять. А противостоять лучше наполняя себя. Как бы использовать это. Я еще хотела бы, Тань, про лотос. Это как раз с сердечным связано. В первую очередь лотос, он как символик сердечных моментов. Там мы с родовыми будем работать, одна картина. Но внешне, да, это просто так вот стильная картина. Но мы-то внутренне будем работать со многими штуками. Это глубокий курс сам по себе. Это не только о том, как рисовать. Рисовать, да. Родовые, да. А когда у нас лотосы, когда? Это завтра. Лотос у нас завтра вечером, по-моему, да. Завтра вечером? А стоимость, он очень красивый, сам по себе рисование, картина красивая. Там две будем картины делать. А сколько стоит? Сколько стоит? Я не помню, он тысячу или полторы, что-то в таком духе. Что-то, ну, оно такое вечное. Ну, это три дня. Три дня, да? Знаешь, полторы четвертые, где-то в этом... Три дня. Три дня. А через день. Через день там они будут. Можно и в записи ребят, естественно, как бы. Но и понятно, что вместе когда собираемся, другой момент. А если какие-то сложности можно потом, всегда по линии там объяснить, всегда идем на встречу ребят в этом деле. Просто не часто бывает. Но как раньше, это с сердечными ритмами, с поддержкой того, в том числе. А они довольно-таки глубокие курсы. Я думаю, многие не один раз на него ходили. У меня вопрос такой. Спектрограммы. По какой длительности занятия будут у нас каждый день? Ну, там где-то от 40 минут до, может быть, час 20. Таких этапов. Люд, всегда можно на ужин тебе убежать, потом дорисовать. Если тебя сутку ходят выдергивать, ты как бы раз. Я понимаю. А Люда в санатории, что ли? А? Люда в санатории? Людмила в санатории? Нет. Я дома. Я дома, но у меня традиция ужинать. В общем, ужинать вместе со всеми и получаться нельзя. Какая хорошая традиция вообще. Классно вы как живете. У Люды вообще такая уникальная семья. Очень большая семья. Да ладно? Да ладно. Я поняла, что это что-то необычное. Вы занимаетесь... Вы какие-то практики у вас духовные, да, Людмила? Я духовная практика 10 лет с Тарасовыми. От всех других я отошла. Ну, это понятно. Я тоже расцениваю их как гуру. Но у меня такое чувство, что у вас какой-то большой опыт по... То ли индийские, то ли вот какие-то такие. Нет, ну читать читала. А на некоторые практики ездила. Ну, я поняла, что... Ну да, съездила раза два в Тибет, раза три вынесла. Нет, за пределы родной страны никуда не выезжала. Даже скажу больше. Из дальних поездок у меня была только Москва. А все остальное родной Кавказ и Краснодарский. Да, тут в Краснодарском крае полмира. Да, тут хотя бы Краснодарский край четвертушку бы познать, что тут есть. Тут очень много значимых мест, которые даже не надо никакие практики. Приезжаешь и погружаешься. Между прочим, вот я могу подтвердить. Я когда приехала в Гималайя, вернее, когда я оттуда уехала, я поняла, что от себя не убежишь никуда. И все, что нужно, есть здесь, где мы живем. Да, вот это я поняла. Как только познакомилась с Галиной Дмитриевым. И в Москве тоже, кстати. Как сказать, необходимость отпала. Куда-то по другим практикам, по другим. А вы живете на Кавказе? А в каком месте? Нет, ну Кавказ, на Кавказе я родилась в Грозном, а живу сейчас вот недалеко от Краснодара, в сельской местности. Причем сельская местность дает совершенно другие ощущения, чем городская жизнь. Я родилась и выросла в городе, но уже много лет живу в станице. Это совершенно другое мироощущение и мировосприятие, отличное от городской жизни. Я просто сейчас поражаюсь, как я могла жить в городе в этом ритме, в этой насыщенности, а тем более сейчас. Краснодар для меня это гиблое место само по себе. Да ладно. Ну как, ну я туда приезжаю, если мне что-то нужно купить, мне там необходимость какая-то. А просто поехать пошариться там, извините, за жаргон. Нет, мне там сразу некомфортно среди этого многолюдия, много машинья, извините, много вонья бензинового. Это у нас знаменитая Медведовская станица. Они на группе у нас, когда проговор, говорилка идет, да, ну там Краснодар, там Анапа, и в основном Медведовская станица Медведовская. А у нас из станицы несколько человек. Да, несколько человек. Ну да, конечно, там себе жизненным опытом человек уникальный. А у вас там кружок, да? Ну нет, кружок нет. Нет, мы все заняты. На группы, когда у нас группа проходит здесь, в Анапе. Мы собираемся, встречаемся как Анапа. Для нас Анапа это место встречи, которое изменить нельзя. А так мы все заняты, у всех там, у кого семьи, у кого бизнес, у кого еще что-то. Редко так там перезваниваемся, и все. А так мы ждем всегда Анапу. Вот что у нас тут месяц прошел, да, после нашей крайней встречи? Очень динамичная группа у всех, конечно, все меняется по жизни. Очень интересно смотреть. Мы приглашаем вас. Мужья приходят у нас. И с новыми мужьями, которых не было. С казахами. Детей рожают. Мы очень меняемся. Очень клево. Дома строят, кстати. Дома. Ну, в общем, мы работаем как бы с материальным через творчество. Если жизнь не меняется, то... А если человек работает регулярно, у него должна жизнь меняться. Да. И она меняется. Тут не надо никакой не агитации, ничего. И это факт уже такой подтвержденный многими годами. У меня прям вот после того, как мы пионы рисовали, и когда я рисовала свои пионы, я точно знала, о чем этот для меня, о чем этот фон, о чем этот цвет. И у меня улучшилось состояние здоровья. Прям я... Ну, через какое-то время, конечно, но тем не менее... Я как раз вот так и хотела, чтобы вот это произошло, когда я рисовала. И я подумала, что наверняка это тоже подействовало, это тоже энергия, целительная такая. Все только надо регулярно стараться, когда, если вы решаете какую-то проблему, то какой-то период лучше регулярно не забрасывать. Вот это уже на нашей практике мы знаем, у людей именно через вот регулярные занятия происходит событийность, потом меняется. У меня есть такой, ну, какая-то боязнь все время как бы приступать. Мне кажется, ничего не получится. И я со школьной. Очень волшебный курс. У меня критики к себе, и вот боязнь. Критика в угол. Это надо работать с этим. Оно у всех у нас заложено, не только у тебя, не переживай. Но всем это вот. У меня вообще проходили песнь белого листа. Особенно кто отличником был, ребят. Или кого воспитали как отличника, так уж получается. Это очень тяжело, потому что творческая энергия, она другая абсолютно. Она не связана с тем, что правильно или неправильно. Это другое уже. Конечно, если вы будете отправлять свою жизнь, чтобы стать художником, может, оно вам пригодится. Но чтобы прикасаться к творчеству, для этого не надо быть художником. Тоже вот такая разница небольшая. Любой малыш творит с огромным счастьем. Они практически этим счастьем своим, они все, что у них там болит, оно просто само вылечивается. Потому что такой поток счастья, когда вот он что-то там каля-маля делает. Для взрослого человека это каля-маля, а для малыша он что-то выклеснул такое, что-то там получил обратное такое интересное. У него счастье на лице. И вот этот, наверное, является таким путеводной ниточкой, которая есть у каждого из нас с вами. Потому что мы все делали каля-маля. И нету генотворчества, кстати, вот я с генетиками пообщался, вот генотворчества нет. Так что не факт, что у родителей художников дети тоже художники или музыканты там. Это можно разработать, можно привить, можно там где-то даже заставить, может быть даже всякое бывает в жизни, где-то на необходимости. Но тем не менее у самого гена нет такого. А вот обстановка, да, обстановка может влиять. Конечно, если создать обстановку, то вот как вот любая обстановка влияет, может человека и с ума свести обстановкой, а можно и поднять выше неба. Так и здесь тоже. Вы сами себя только можете, как Барон Мюнхгаузен, вытащить из этого болотца привычных моментов, которые у нас почему-то на творчество залезают, а вот по идее нельзя. Это то же самое, что вот как оценить. Я влюбился, например, да, и вот я люблю на пятерочку или на четверочку, или на троечку моя любовь. Вот это очень похоже. Абсурд такой, как можно творчество свое оценить с точки зрения, правильно оно или неправильно. Вот нарисовали что-то, правильно или неправильно. Это привычка, привычка, которая где-то уместна, где-то необходима, особенно в точных науках, хирургия, управление аппаратурой, техникой и так далее. Но когда вещи идут от сердца, от творчества, это как раз больше уже, наверное, что-то энергетическое, другое совсем, оно никак не завязано на правильно-неправильно. Оно либо есть, либо нет. Там только вот двоичная система. Либо это творчество, либо это не творчество, а что-то другое. У меня обычно достаточно просто решиться. Если я решилась и преодолела этот вот страх, потом я уже радуюсь, что у меня не получилось. Потому что когда уже отдаешь себя, уже махнешь рукой на все, там, конечно, уже ум успокаивается, не мешается. Но по большому счету, ребят, наш ум – это как та лошадка, которую надо просто немножко научить. Да, с художником я стать не планирую. Ну, просто так вот, я консультант по грудному вскармливанию, мне работы хватает. А так просто, ну, вот такая тяга к творчеству есть, и это такая отдушина. Не речь ли стать художником профессии? Если к нам, то это не об этом. Это творческая энергия, творческая силе, которую сейчас, собственно, обрубают, в общем-то, все. Наша культура, она тоже зациклена на какие-то показатели, результаты, либо внешние продукты, не про продажи или еще на что-то, если взять художественный момент, либо обучение правильности, но там нет уже потока, там нет энергии, нет там этой доброты, которую Господь Бог спускает, когда ты что-то красивое создаешь. Вот от этого, если мы от источника питаемся, то у нас и меняется вокруг нас сначала, потом вокруг, а потом события, потом какие-то моменты. Через это, да, можно решать психологические проблемы, те же продажи, кстати, помогают, потому что если ты притягателен, тебе идет это изобилие. Вот здесь мы, правда, неинтересно нам учить просто рисовать, это не о том, что для людей творческих это неинтересно. Совершенно другое интересное нам, очень, например, интересна наша группа, вот как в Анапе, которые приезжают, и я вижу, как они меняются, либо там кто занимается регулярно. Вот это творческий человек, это, мягко говоря, дефицит в наше время, потому что все делает так, чтобы мы маршировали. Сейчас похоже всю планету на марш. Каким-то образом. Приезжайте в Анапу. Дойдите возможности, приезжайте. По возможности. Нам прикрыли пути. Галина, а ты говоришь, что какой-то ураган там надвигается, или это образное выражение? Это образное, я говорю. Это же видно, что сейчас происходит в мире, происходит у нас, и понятно, что с этим нужно что-то делать, и, как правило, творческий человек, это проходит совсем по-другому, нежели другое энергетическое. Ты имеешь в виду пандемию или что-то еще? Как бы я все вместе. Ребята, если не пандемия, что-то еще? Не важно. Важно, что плотности, скажем, частот вот этих, они будут стараться сделать так, чтобы человека обесточить, чтобы он больше страданий погружался. Ну-то с буддистами общалась, культура страдания. Очень многое это дается. Это будет процветать. Но мы не для этого родились, чтобы страданий в каких-то там, таких провели время. Мы будем тратить жизнь на внешнее, благодаря вот этому. А внутри наш творец, он ведь для другого живет. Вот я об этом имела в виду. Конечно, будут старми. Ой, Лен, если не туда идем уже, какой год и какой век. Это да. Я недавно узнала интересную вещь. Я рассказывала вам, я занимаюсь психологом, но сферным психологом. Есть такая, центр ноосферного здоровья, ну и ноосферной психологии и так далее. Вот. И выяснилось, что оказывается, сердце формируется в человеке раньше, чем мозг на три недели. И сердце имеет как бы свой мозг. И информация поступает в сердце на четыре секунды раньше, чем в мозг. Поэтому говорят, надо слушать сердце. Вот я думаю, что это тоже об этом. И насчет сердечной аритмии, это настолько вот у меня, это совпало, начало моей аритмии. И это речь идет о предназначении. Когда человек уходит со своей дорожки, у него начинает по-другому биться сердце. Ты не видишь формат. Они же забежали уже. У нас козы выбежали. Это знак. Пора завязывать. Да, потому что банальная фраза «мы рождены творить», но мы действительно рождены. Если мир идет не туда, а созидание к другому, то, что мы хотим. Естественно, да. А вот как ты думаешь, Галь, вот эта пандемия, ее дали какие высшие силы? Хорошие или плохие? Слушай, я... Ой, Зина, я запуталась одна. Вопросик. Бегите за козами. Дмитрий ее сейчас распутает, а я по этой самой... Я думаю, что все, ведь это же, если мы верим в высший разум, то понимаем, что ничего не упадет, даже кирпич. Закономерность. По-любому закономерность. Я как по своей профессии, по нашей деятельности, я понимаю, что да, мы как люди... Ну, это сами создали в какой-то степени. Оно справедливо. Потому что обращение внимания на страхи, на больше вот это негативизм по тем же информационным моментам. Если ты в этом, ты отвлекаешься от природных ритм. Либо ты с природой, внутренней своей, там, природой внешней, оно совсем другое, нежели вот то в мире происходит. Ну, как же дендру мы прошли? Вот смотрите, как люди проходили многие вот этот период тяжелой, как мы все там счастливо его прожили в каких-то там неких чудесах. У художника чудеса-то не заканчиваются. Они идут всегда чудесным образом. Да, конечно, проходят какие-то испытания у каждого, но ты проходишь по-другому. Если ты имеешь возможность, слава богу, у нас есть краски, и ты можешь порисовать. Это все уже другое. Ты создал красоту какую-то, даже если, ну, совсем тяжелый период, тем не менее. Вот если ты все равно не зря провел день, и это уже другое чувство жизни. Ну да. И сколько людей через нас прошло, я не вижу, что мы как-то создали такую цивилизацию, чтобы можно было друг друга радовать. Как бы мы хотели это, делали, создавали условия, но не получилось. Это более такое, к нам приходят, ну, скажем, очень уже такие люди интересные, не только поесть думающие, но тем не менее, нас все равно вовне другие ритмы вытаскивают, другие спектры затаскивают, как бы не хватает. Поэтому, да, поэтому, что, хорошо не война, и тоже. Ну вот мне тоже показалось, что это какая-то, такая мягкая замена конца света, какая-то чистка, что, может быть, это от своих. Мне кажется, всегда ничего не может быть, Люда, ой, Лена, без того свыше. Попустительство всегда, если что, нас попускают для того, чтобы мы могли какие-то извлечь уроки и стать сильнее в любом случае. Ну да. Тут черные или белые, как бы нам это дают, все равно на все воле Божьей. Значит, мы какой-то выбор сделали, чтобы мы теперь это тут и должны пройти. Вот. А к тому, что всегда же есть выбор либо бояться этой пандемии, да, либо не бояться. Потому что, если мы боимся, то мы это притягиваем. Сейчас особенно мир прозрачный, то, что у нас внутри, оно быстро может материализоваться. В этом плане, почему мы и арт-терапию это включать стали? Только для того, чтобы вот этот поток хотя бы мыслей обрезать сознательно или бессознательно. Мы не все сознаем. Хотя бы на какой-то период, чтобы наполниться и это самое. Либо ты рисуешь дома какой-то период, ты рисовал, ты уже оторвался от той деструктивной какой-то несозидательности. Вот. Конечно, нам проще, мы в природе живем, но мы-то к этому и как бы и попрощение должна попрощаться. Давай, Людочка, пока. Приятного аппетита, Людмила. Спасибо. Я поняла, что вы обедаете вместе. Да, у нас очень. Все, козы в домике. У Людмилы очень интересный муж. У них курица живет. Они их никогда не убивают, эти курицы. Представьте. А почему? Потому что сознание у людей живет в станице человек. Ну, вот такое сознание. Он не убивает. Курица сами умерли за пакет. Это интересно. Ой, я извиняюсь. Алло, Галюнь. Вот, Таня, звук отключила. Курицы, это очень интересно. Они просто несутся, что ли, для них? Они несутся, они их не едят. Ага, Курица от себя отрывает крыло. Извините, пожалуйста, мне, наверное, надо будет уже покинуть конференцию. Большое спасибо за урок. Очень много какой-то энергии рисую, чувствую, не могу совладать с собой, меня такое трясет. Видимо, в разное состояние буду по-разному рисовать это. Вот, и благодарю. Спасибо. Это Мария? Да, это Мария, я сейчас ее дальше все включу. Счастливо. Счастливо. Ну, до свидания. До свидания, до свидания. Ой, я увидела. Ладно. Ну, что, прощаемся. Простите. Простите. Спасибо большое. Всем пока. Всем всего доброго. Спасибо. Давайте со встречи. Помашу травкой. Удачи вам. Удачи. Редактор субтитров А.